В Омске вынесли приговор бывшему полицейскому. По версии следствия, он избил потерпевшего, который сам обратился в правоохранительные органы, потому что у него украли телефон и куртку. Подробности расскажет Юлия Думанова. Уникальная ситуация. Конвой приводит не подозреваемого, а потерпевшего. Обвиняемый сержант полиции до приговора находится под подпиской о невыезде. Путаницы здесь нет. Дело в том, что за время следствия потерпевшего Рустама Ахмедшина осудили по другому уголовному делу. За грабеж суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Но сегодня он в роли потерпевшего. В феврале прошлого года Ахмедшин отдыхал в кафе. Там у него украли телефон и куртку. По версии следствия, он обратился в правоохранительные органы, но вместо того, чтобы помочь, полицейский его избил. Явно не имея никаких оснований, совершил действие. А именно он взял за верхнюю одежду Ахмедшина, вывел его в тамбур, где нанес не менее одного удара в область низа живота и паха. В результате этих действий Карабаева потерпевшему была причинена тупая травма живота с разрывом мочевого пузыря. Сам он не отрицает, что находился в состоянии алкогольного опьянения, допускает, что мог громко разговаривать. Как следует из материалов дела, потерпевший Ахмедшин еще несколько часов просидел в отделе полиции. Когда начал терять сознание, ему вызвали скорую помощь. Поддержать его в суде пришли родители. Мама потерпевшего вспоминает, как увидела сына в больнице после избиения. Я как увидела, чуть в обморок не упала. Он ходит вот с этим, вот мочевый водитель. Грелка почти до земли. А я думаю, что это такое? Сержанта полиции у Куаныша Карабаева временно отстранили от работы. Свою вину он не признает. Я не признаю меня его вне преступления. Телесные повреждения гражданина Ахмедшина я не наносил. Считаю, что он мне оговаривает. Потерпевший достаточно долго путался в своих показаниях. В ходе проведенного судебного следствия нашел подтверждение тот факт, что потерпевший получал телесные повреждения как минимум в трех местах. То есть, как мной уже говорилось ранее, это сначала в кафе «Белая сова», потом в торговом павильоне на улице «Магистральная», а потом либо в отделе полиции, либо возле отдела полиции. Следователи предоставили суду видеозапись. На кадрах обвиняемой силой уводит потерпевшего из зоны видимости камеры. А после тот возвращается в помещение, корчась от боли. Гособвинение просило для обвиняемого наказания в виде шести лет лишения свободы. Однако суд приговорил его к более мягкому наказанию – три года в колонии общего режима. Также у него забрали звание майора полиции и ему предстоит выплатить 100 тысяч рублей в счет компенсации потерпевшему.